Добрый день! Здравствуйте! Вы на диете и вам очень-очень хочется сладкого. Мне тоже хочется. И я решила приготовить домашние конфеты, чтобы их не покупать в магазине, не зная, сколько в них сахара. Вот смотрите, сейчас вы увидите продукты. Очень полезные, очень вкусные. Если не хотите готовить, вы можете их прямо вот так есть. Пьёте кофе? Взяли хурму или финик. Выпили свою кофе. Пьёте кофе? Можете в чашку насыпать просто корицу, помешать и выпить. Тоже будет сладкое. Пьёте чай? Возьмите один сухой аврикос или же опять же финик или же инжир. Это всё натуральные продукты, которые нам не повредят. Мы от этого не будем поправляться. Ну, конечно, если мы не съедим за один присест, 200 грамм, 300 грамм. Если возьмём одно или две штуки, от этого вреда не будет. Ну что ж, давайте перейдём к делу. У нас финики, сушёные абрикосы, то есть курага, орехи, можете взять любые, миндаль, фундук, грецкие орехи, фисташки, лесные орехи, что есть. И у меня на столе ещё есть инжир. Я летом его сама сушила. Он растёт у нас на дачах. Очень вкусный и полезный продукт. Можно взять просто инжир сухой и выпить стакан чая с ним. Это тоже будет очень полезно. И ещё видите, в рулоне инжир. Это инжир без шкурки, перекрученный, пересушенный, а потом из него я сделала рулон. Так что, все они полезны. А теперь, давайте начнём готовить наши конфеты, соединив все эти продукты. Я не буду говорить вам, сколько грамм чего, что у вас есть, на что у вас хватает, как говорится, сил, сколько у вас денег, какое у вас желание, сколько приготовить. Вы можете приготовить, взять всего по 100 грамм или взять всего по полкилограмма. Опять же, это всё зависит от вас. Орехи я отложила в сторону, а миндаль, абрикос и инжир не надо нарезать. Абрикосы заранее промываем хорошенечко от песка, от... я не знаю, что-нибудь, может, прилипло к нему. Инжир точно так же можно отмыть. Но хурму мы берём, покупаем без косточек. Вот это инжир же, видите, как пастила, я её высушила, а потом вот так скрутила. Очень хороший продукт для того, чтобы у вас хорошо работал кишечник. Абрикосы сушёные тоже. Так что здесь хурма, вернее, финики, они как бы, если немножечко дают запор, то абрикосы и инжир нормализуют всё это. Как видите, я всё нарезала мелко. Можно было прямо так кинуть в ронду, но мне не хочется портить свой аппарат. Поэтому я чуть-чуть потрудилась, нарезала всё это. Усыпаю всё в ронду. Я натёрла ещё цедру лимона, значит, половину лимончика я отрезала и сняла жёлтую часть, именно цедру. Белая она горчит, так что будьте аккуратны. Теперь добавляем сюда орехи и всё. Большого труда, большого ума здесь не надо. Включаем ронду и доводим его до такого состояния, чтобы получилась как бы такая масса, чтобы с него можно было скручивать шарики. Сразу, как говорится, не нажимайте, не держите долго. Так, немножко прокрутили, отпустили, прокрутили, отпустили. И он очень быстро придёт вот в такое состояние. Теперь сюда мне нужно будет выжать дольку... Одну чайную ложку мне нужно лимонного сока. Я беру толстую долю лимона и прям выжимаю мою эту массу. Это не обязательно, но мне не хочется, чтобы он был приторный, чтобы было очень сладко. Поэтому вот этот буквально несколько капель, чайная ложка лимонного сока очень-очень к месту. Вы даже не представляете, как оно меняет вкус вот этого, этой массы, скажем так. Теперь всё аккуратненько собираем в один комок и с него будем делать шарики. Как видите, у меня тут не так уж и много. Если взвесить, это будет где-то грамм 250, наверное. Ну, может чуть больше, чуть меньше, не знаю. Я не взвешивала, я всё взяла на глаз. Вы точно так же можете сделать. Так как сейчас продукты все почти дорогие, цены на них не дешёвые. Если это раньше можно было сделать за копейки, теперь приходится выкладывать приличную сумму. Я сделала мало. Во-первых, когда мало, вы съедите, потом сделаете ещё свежий. Во-вторых, когда мало, вы съедите, мало, это тоже плюс. Ну, теперь, когда я скатала шарики, я их буду обваливать. Одни в кокосовые стружки, другие в корице, а третий в какао. Можно ещё взять кинжетные семечки, можно взять какие-то другие семечки, но не подсолнечные, потому что в них очень много масла, вредного масла, которое нам совершенно не нужно. Вот. Теперь всё аккуратненько обмакиваем и собираем в отдельную посуду. Вы знаете, если взять просто порошок корицы и добавить его в кофе, кофе тоже будет сладким. Я это обнаружила недавно. Я не знала, что корица, она настолько сладкая, что она может даже подсластить кофе. Ну что, вот так вот. Вам показалось это трудно? Я с вами согласна. Совершенно нетрудно, быстро, возни особой нету. Считайте, что вы сделали тертельки маленькие для супа. И всё. Зато у вас такой продукт. Во-первых, он поднимает иммунитет. Во-вторых, он очень полезен для детей. У них не будут портиться зубы, зато хорошо будет работать кишечник. А теперь я беру палочки, зубочистки, вернее, и повтыкаю их в мои вот эти шарики. Для чего? Для того, чтобы, когда я буду кушать, на меня не сыпалось какао. Чтобы не пачкались мои парчики. Ну и чтобы, наверное, выглядело лучше. Вот так, аккуратненько. Через пару дней, если, конечно, они останутся, они станут твёрже. Чтобы этого не случилось, выкладываем в такую посуду, где есть корыжичка. Вот и всё. Понравилось? Слышу, слышу, некоторые говорят, ой, возиться надо, неохота. Неохота? Я вам подскажу ещё что-то. Да, подождите немножко. Сейчас я вот сниму пробу. Скажу, стоит ли вообще возиться? А потом? А потом скажу другой вариант. Короткий, лёгкий, быстрый. Посмотрите, какие они миленькие. Вот видите, какао остаётся там. Девочки, какая вкуснота! Особенно вот эта лимонная цедра и лимонный сок изменил до такой степени вкус, что оторваться невозможно. Тут одним... Нет, одного мало. Тут, наверное, съешь пяток. Не забывайте, что вы наденете. Ну, а тем, кто не хочется возиться, у меня есть другой вариант. И, пожалуйста, вот он. Да, и это чёрный шоколад. Покупайте чёрный шоколад. 75%, 85%, 95%, 95%. Всё подойдёт, только чтобы он был чёрный шоколад. Ни белый, ни молочный. И вперёд. Хотите одну долечку, хотите две долечки, хотите три долечки. Но, тут надо остановиться. Ешьте на здоровье. Худейте на здоровье. Будьте здоровы и счастливы. Ну, если видео понравилось, делитесь со знакомыми. Заходите ко мне ещё. Я вас буду ждать. У меня для вас ещё много рецептов. А пока хочу попрощаться с вами. До свидания. Всего вам доброго. Желаю вам крепкого-крепкого здоровья, красивой фигуры, нежной кожи и радости в жизни. Субтитры сделал DimaTorzok